И снова мы практически включаемся на последнюю часть. Вот, просто мне хочется вам досказать, чтобы вы могли заниматься. Очень важно в этом случае заниматься с ребенком развитием так называемой мелкой моторики. То есть ребенок должен учиться и должен постоянно работать пальцами. Значит, как это делать? Ну, у детей раннего возраста, совсем раннего возраста, вы просто занимаетесь массажем его пальчиков. То есть вы берете руки, берете от локтя вниз, осуществляете массажные движения и прорабатываете каждый пальчик, растирая, сгибая, разгибая, каждый пальчик тренируя. Практически осуществляете именно работу с пальцами и работу с ладонью. То есть, да, вот эта вот, кстати, игра, любимая нами с раннего возраста, сорока-воровка, она не случайно родилась, да, кашу варила, деток кормила, кто вот помнит, да, она родилась не случайно. На самом деле, мудрые наши предки, они понимали, что вот дети, с которыми так играют, они развиваются лучше. На самом деле, это происходит не только потому, что в этот момент с ребенком разговаривают, но и потому, что с руками ребенка осуществляют массажные движения. Ну-ка, вспомните, что мы делаем, да, сорока-воровка, кашу варила, да, мы делаем массаж чего? Массаж ладони. Очень хорошо стимулирует именно нервное окончание, да. А потом мы работаем с пальцами, то есть мы их загибаем и разгибаем, да. Каждый палец даже можно потрясти, вот. То есть это практически, да, не просто вот игра развлечения, а массажная манипуляция, которая оказывает очень хороший лечебный эффект. Это раз. Дальше, когда ребенок немножечко становится взрослее и начинает брать игрушку, мы должны давать ему игрушки, которые он не просто большая, он ее ухватывает, а достаточно мелкая, которую он должен удержать пальцами. Ну, например, какую-нибудь палочку, там, неострый карандаш, который, да, который он берет тоненькую ножку от погремушки, да, эту самую неострую, скажем, да, вот в этом плане чупа-чупс, да, хорошо, там такая палочка, он ее берет, ему ладонью неудобно, он вынужден брать пальцами. То есть пальцы стимулируются, их работа стимулируется, развивается мелкая моторика. Зачем и почему это необходимо? Потому что нервные окончания на пальцах, они развивают центры коры головного мозга, речевой, зрительной, слуховой, и центры, которые отвечают за мышечный тонус скелетной мускулатуры, то есть ребенок, у которого великолепно раз это мелкая моторика, будет физически развиваться гораздо лучше, крепче, быстрее пойдет, быстрее сядет, пойдет, начнет двигаться, и двигаться будет правильно, то есть мышечный тонус придет в норму. Поэтому, как только ребенок сможет, вы должны научить его что-то во что-то вставлять, что-то куда-то перекладывать, брать какие-то детали, отделять одни детали от других и складывать их в коробку. Это может быть разный предмет, в зависимости от того, какой возраст ребенка. И чем старше ребенок, тем мельче и сложнее задача должна перед ребенком стоять. Это крайне важно, это основа реабилитации. Вот в этом плане очень хорошо использовать что-то, то, что ребенок может лепить, пластилин, глину не просто там делать, а именно пальцами что-то выдавливать, что-то изображать. Учите его, приучайте работать с такими, будем считать, что это тренажеры для укрепления, для развития мелкой моторики. И чем больше вы будете заниматься ребенком, тем здоровее он будет. В принципе, основные моменты я вам рассказал. Я понимаю, что все озвучить невозможно. У вас могут появиться вопросы, у вас могут появиться какие-то индивидуальные моменты, о которых вы хотели бы поговорить, спросить, уточнить. Пожалуйста, телефоны наших специалистов для вас всегда доступны. Обращайтесь, мы всегда вам поможем. И всегда рады приветствовать вас на нашем сайте Центра народной еврейской медицины Бердавид. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, не стесняйтесь. Мы в любое время суток готовы вам помочь. А сейчас я с вами прощаюсь. Мы с Ванечкой говорим вам до свидания. Поздравляем вас всех с наступающим Еврейским Новым Годом, Руша Шана. Желаем вам нового сладкого и веселого года. И главное, чтобы вы были счастливы, здоровы и дружны в ваших семьях и с вашими соседями и близкими. До новых встреч. Всего доброго.